добрый день дорогие мои вчера я конечно порадовался тому что президент объявил программу малые города россии и начали говорить о том что их нужно возрождать и их возрождать точно нужно потому что то что произошло в последние два с лишним десятилетия она конечно маленечко усугубила жизнь в малых городах ведь на самом деле программа малых городов было объявлено лет 25 наверное назад была такая ассоциации малые города россии я ездил на несколько конференций малые города россии больше того мы писали программу по пистякам как их возрождать какие должны быть у него программы для того чтобы восстановить эти малые города причем делали мы эту программу очень грамотно с академии туризма и тогда наша программа победила грубо говоря продвинула немножечко нашу идею но и немножечко как я помню какие-то средства все-таки дала так как выступал администрации во главе этой программы то в общем то туда эти средства и пришли на что и как их особенно потратили я не в курсе но я знаю что на тот же парку храма когда делали этот парк мы коллективно вместе с людьми и со спонсорами администрации тоже деньги выделяла выделяла в какой-то степени деньги на то чтобы подстричь и облагородить газона какие-то тут и все остальное валерий лаврентич участвовал в этом семченко и немножечко город у нас действительно в какой-то степени преобразился но смотрите там уже несколько раз промелькнула что в возрождении новых городов должна сыграть особую роль программа комфортная среда то есть создание ну я бы так сказал некоторых площадок вот такого специфического как говорится проектирование специфического исполнения которые сейчас вот у нас в области уже достаточно много сделаны и их показывает по телевизору как красивые хорошие приятные места для отдыха ну и в какой-то степени это действительно так это действительно так когда посмотришь вот конкретно на вот этот участок и видишь как он облагорожен становится более менее приятно но когда идешь на форумы где обсуждают эти проекты читаешь что на форумах эти люди живущие вокруг этого участка пишут то становится немножечко не по себе потому что если как рекламная цель для того чтобы выбрать губернатора или там продвинуть администратора ну или в какой-то степени даже сыграть куда-то выше такие программы работают поскольку телевизионщикам нужна картинка и у телевизионщиков картинка может быть очень небольшая и очень узкая вот эта площадка вот сфотографировал вот на ней постоял и все и хорошо и город якобы уже прошел возрождение уже возрождение малого города началось на самом деле причина того что пишут отрицательные комментарии она во многих составляющих можно так сказать состоит из многих других более мелких причин и прежде всего конечно выставляют как упрек что ж вы здесь сделали за такие огромные деньги а у нас улицы разрушаются у нас по улицам проехать нельзя это действительно правильно это так причем те кто делает вот такую комфортную среду на маленькой площадке целого города не понимает что она становится неким новым уровнем осознание вот этого ландшафтного дизайна и ландшафтной чистоты и красоты и когда это целый город такой но вот как москва например то в общем то это становится привычно и становится как говорится отлично хотя мы тоже с вами время от времени вот на канале рассматривали как делали москву и много лет назад снимали что здесь пятачок а здесь нет доступной среды но сейчас более менее везде это так и хороший стал дизайн в том числе и на окраинах и в общем то жители на это перестали сильно жаловаться почему а потому что у москвы денег много и она подошла комплексно там сделали вот эти площадки и сделали все это украшение по всей москве у меня друзья жили на окраине я удивлялся что делается в центре а теперь я приезжаю на окраину и там такие же парки такие же скверы и это тоже красиво и это стало одним целый одной целой красотой но смотрите мы однажды в одном храме пригласили художника и он написал фреску художник хороший фреска хорошая но когда приехали те кто хочет на нее посмотреть как он они ужаснулись потому что вокруг фрески голые стены облупленные стены стены где-то заплесневелые и так далее там подобное то есть если первые претензии к тем кто делает эти площадки в том что эти деньги можно было затратить на улице на дороге улицах абсолютно правильные претензии потому что действительно там ну вот у нас выделили 21 миллион сделают дорожки какие-то это двадцать одна улица могла быть сделано так что да действительно по ней проедешь и на коляске сейчас по многим на коляске толком не проедешь но вторая претензия в чем а нарушается эстетика вот те кто делает такие площадки они не понимают что вот вот такую раз сделал красоту в одном месте а кругом хаос а кругом вот это вот значит беда и людям контак контрастирует вот такая площадка по отношению к тому что даже они уже привычно себе приняли как нормальное состояние более менее можно жить и появляется вот эта претензия почему а зачем вот это неужели это вот для рекламы нужно было делать когда вот у нас вот вот то есть вот этот контраст он тоже одна из причин того что начинает предъявлять претензии начинает предъявлять потому что не все живут у этой площадки я вас уверяю когда в малых городах живет много пенсионеров которые дальше своего дома редко выходит или выходит только до магазина но вот ту же площадку у нас у озера большинство не увидит уже до конца жизни они не бывают на озере они них не ходят на это озеро мы когда-то вот это все обсуждая пришли к выводу что малые города восстанавливаться должны малыми делами и делами обширными и общими то есть действительно надо под заделать дороги на улицах это первое второе надо облагородить газоны на этих улицах у нас как причину облагораживания выставили у нас закон есть теперь могут пройти и даже один мне жаловался что пришли ко мне и говорят чё у тебя дрова лежат с газона убери иначе они портят вид улиц ладно трава он убит убрал хотя там где нет газа дрова у всех всегда раз в три года до появляются и они должны и полежать и должны потому что не все сразу сделаешь но не в этом вопрос вопрос в том что портит вид улиц плохие заборы а старушки пенсионерки живущие на этих улиц они не способны эти заборы сделать и даже не способны на те пенсии которые у них есть заказать кому-то эти заборы отремонтировать это портит портит улицы страшные деревья которые когда-то по молодости некоторые по дурости посадили всякие топобля на всякие значит липы они разрастаются и начинают не только портить они начинать быть опасными как те же тополя у нас на побережье площадку то делают а тополя не убрали и и только дурак будет гулять под этими тополями потому что они в любой момент могут обломиться и придавить своим сучком ребенка или или взрослого поэтому на мой взгляд в состав возрождения малых городов должны входить более мелкие элементы я бы так сказал вот это бы то которые сохраняет и делает жизнь в этих городах комфортный ну например в нашем малом городе вот в этих магазинах огромное количество поддельной продукции сколько не говорят что ее уже нет ее уже не должно быть но в этом году в начале года я читал информацию что арестовали владельца одного молочного завода недалеко от нас и в продукции завода выпускающие молочные продукции не оказалось молока но это как это а эта продукция вся у нас в магазинах вся в магазинах поэтому когда думают о том что нужно создать комфортную среду для того чтобы сюда переселились молодые которые могут работать удаленка сейчас все компьютерщики могут работать удаленкой когда думают что сюда могут переселиться мамы ожидающие ребенка или родившие ребенка поскольку у них есть отпуск они должны жить в хорошем сельской местности сюда могут переехать пенсионеры которым действительно в городе задыхаются они от этих всех газов и от того что в квартирах сидят они могли бы переехать но питание хорошего нет рыбу например у нас хорошую купить невозможно в магазинах я много лет об этом говорю у нас вот это вся вторичка грубо говоря она уже полежала где-то в москве потом полежала в иваново ее видимо переупаковывают и в любом что в магните что в пятерочке что в любом другом магазине покупаешь старую рыбу ну как это так а как тогда и тогда комфортная среда становится комфортной только для тех кто имеет машину кто сел на эту машину поехал в иваново поехал в нижний новгород я про нас говорю и там у него комфортные продукты продукты должны быть комфортные обеспечение электроэнергией и другими источниками энергии должно быть комфортным поскольку ну вроде ведут у нас газ будет газ будет хорошо но как развивать на дровах уже молодежь не знает как топить эти печи как как значит колоть эти дрова дрова стали цены невероятные поэтому вот обеспечение жилья у нас тогда в малые города в программы входили создание таких можно сказать в городской черте особых ну деревень что ли прямо так мы и называли деревни которые по новым комфортным условиям созданы выстроены из новых материалов домики с новыми возможностями сейчас и где хочешь сейчас вон на вечной мерзлоте ставят такие домики хорошо стоят а у нас средняя полоса россии самый великолепный климат который не трясет землетрясениями здесь редко какие-то затопления бывают потому что хороший сток в реке их тут много этих рек вот вот это наша средне русской возвышенности средняя полоса на самом деле одна из самых комфортных на планете тут климат умеренный то вот здесь и надо бы развивать эти малые города я понимаю программы которые для освоения сибири дальнего востока туда тоже надо людей там тоже должна быть комфортная среда но если мы говорим о тех кто занимается удальенно всякими программными обеспечениями если мы говорим о создании комфорта для пенсионеров которые могут еще и в том числе детей внуков своих воспитывать и содержать принимать этих мамочек принимать этих больных деточек и реабилитировать и все остальное то создание это комфортной среды продлевает им не просто жизнь продлевает им активную жизнь в этой среде и они могут грубо говоря живя на пенсии получая определенный небольшой какой-то доход от своих огородов от своих значит о попечении о ком-то и дольше жить и жить счастливо я бы так сказал огородная среда это в америке запретили все огороды и посадили всех на продукции сельскохозяйственные теперь они мучаются как от этой продукции которые гормоны там и пестициды еще какие-то удобрения которые говорят но одобрение не вредит а чё же это удобрение делает когда попадает в организм оно разве не меняет состав значит среды в организме не заставляет какие-то бактерии разрастаться какие-то клетки разрастаться какие-то погибать они чё в америке то все жирные стали ходят удивляются на наших девочек выпускниц которые в кадре все стройненькие и хорошенькие почему потому что у нас все время говорят в последнее время удобрений не используем выращиваем без удобрений они дорогие они все на запад идут ну и хорошо что выращивают без удобрений но лучше всех вырастет без удобрений и качественную продукцию бабушка на огороде больше того у нас государство говорит что сейчас 30 процента этой продукции и идет с огорода от бабушки и заказывает эту продукцию он у нас наши ближние здесь закупают ягоды закупают лук закупают чеснок закупают грибы почему 30 процентов а почему не 60 процентов а почему здесь не делать сыр как он у нас тут замечательный делает один человек почему один делает потому что чиновник сидит на страже как говорится своих доходов и любой кто появился значит что то делающий он уже источник доходов для проверяющих сколько президент не говорит хватит проверять остановите проверки замучили все ничего подобного ничего подобного я только и слышу от тех кто то мед выпустит то значит продукции какой как постоянно их долбят вот и все или в магазин их продукции не принимают поэтому дорогие мои комфортная среда на мой взгляд должна появляться там где уже все остальные среды то есть это как заключительный этап ведь как вот строят дом давай построим стены потом покроем крыши потом положим полы потом вставим все двери и окна и только когда уже все сделано давай его покрасим изнутри или обои поклеим вот что такое комфортная среда а когда стены не пойми какие когда крыши нет когда пол дырявый это я говорю о том что улицы разрушены дома стоят хилые заборы стоят поваленные деревья переросшие и так далее и тому подобное ну давайте клеить обои давайте украшать давайте вот фрески писать на храме который весь еще такой так что вот такое мое мнение что малые города нужно возрождать малыми программами целенаправленными программами индивидуальными программами чтобы не чиновник получающий хорошую зарплату написал новую программу которая ему даст возможность не буду говорить чего а чтобы человек пришел и вложил в эту программу свою просьбу свою проблему свою трудность и она была включена и сделана а не ходил вот я уже сто процентов уверен что вот то что у нас делается они конечно в комментариях где-то выносят уже конечно есть я не даю такие комментарии выносить к себе но внешне то все одно и то же говорят зачем почему такие средства когда у нас вот такие проблемы вот так так что дай бог чтобы эту программу как 25 лет назад не забыли не бросили дай бог чтобы она не оказалась чисто для выборов и для съемок на камеру а чтобы действительно дала разгрузку тем городам которые у нас сейчас я бы так сказал задыхаются это только кажется что о как комфортно в москве стало жить о какая красота мало кто понимает какая там атмосфера какая там экология какая там вода какая там заболеваемость какие деньги тратятся на то чтобы детей из этой заболеваемости вылезти вы только осознайте что общие затраты на медицину в москве по сравнению с общегосударственными в 16 раз больше на человека а уж в таких городах как он наша наверное в 160 раз больше на человека так а тогда там можно говорить о качественной медицине но ее половину можно было исключить направив эти средства в малые города да и здесь дети о которых вот вот специалисты говорят что из детей у нас каких детей у нас школа выпускает вы знаете чему сегодня учатся дети в школе что дает вообще сегодня детям образование современная система образования дает 90 процентов информации которая никогда не применится в жизни 90 процентов информации которая вообще не нужна нет за что мы тогда в школе делаем тут будет встречный вопрос на что мы тогда тратим от 10 до 12 лет жизни да но это не все современная система образования она дает нам 89 процентов детей которые страдают психическими расстройствами современная система образования дает нам 93 процентов выпускников школ которые имеют приобретенные или хронические заболевания и современная система образования она дает 98 процентов потери гениальности но этот специалист я вам еще раз могу сказать данные взял в основном из городских школ там это все исследуют деревенские дети слава богу более менее здоровы может быть не так обучены потому что не те технологии не те учителя и так далее но хотя бы их природа оздоровляет так что восстанавливать малые города нужно тогда очень сильно ошиблась набериулина тогда выдвигала эту идею что городов меньше ста тысяч у нас не должно быть вот и началось это разрушение объявите сейчас что значит малый город попадаем мы в малый город например хотя нас уже перевели в поселок городского типа вот так вот такие мои комментарии вот такие мои пожелания и те кто будет заниматься программами малых городов вот учтите их это вот вам крик из малого города что да хотим восстановление но комплексного всех касающихся и дающие общий комфорт а не просто заплата на но новые заплаты на старом платье так ведь у нас говорят кстати говорят как о неправильном действии когда новые заплаты на старое платье ставят все желаю всем здоровья до свидания до свидания Продолжение следует...